Здравствуйте! Это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Погода в это утро была явно не из приятных. Люди кутались в плащи, пытаясь укрыться от порывов ветра с мелким колючим дождиком. Посмурное небо, словно огромное серое полотно, затянуло небосвод, не давая лучам солнца пробиться сквозь его хмурые складки. Черный внедорожник на парковке у городского кладбища выглядел как незваный гость, решивший нарушить траурный покой. В салоне, где повисла напряженная тишина, вызванная тревожностью момента, находились двое. «Ну и погодка сегодня!» — первым нарушил затянувшуюся паузу Олег. Ответа не последовало, ведь его жена, Лена, сидела на заднем сиденье, откинувшись на спинку и закрыв глаза. От слабости у нее кружилась голова, ресницы мелко подрагивали. «Ты как, идти сможешь?» — спросил Олег, повернувшись к жене. Несмотря на то, что тон его голоса напоминал попытку выразить заботу, в нем все равно, проскальзывали нотки равнодушия. «Плохо!» — чуть слышно прошептала Елена. «Да, в тебе жизни на пять минут, а ты все по кладбищам шастаешь. Выбирай место и поехали отсюда!» — пробурчал Олег, не отрывая взгляды от кладбищенских ворот. Лена с трудом вышла из машины и оперлась о боковые двери, стараясь удержать равновесие. Мир вокруг завертелся, заливаясь цветами, которые мелькали перед глазами, словно загадочный калейдоскоп. Ощущение тошноты накрыло ее волной, заставив непроизвольно закрыть глаза. «Идем, сама выберешь, а то мне некогда, еще к нотариусу нужно!» — сказал Олег, и, словно не замечая состояние супруги, повел ее за собой к главному входу. «Мне плохо!» — прошептала Лена, и ее попытка сделать шаг закончилась падением на мокрый асфальт. В этот момент муж сжал руку ее так сильно, что она чуть не вскрикнула от боли. Лена закусила губу, стараясь не выдать своих страданий. «Я не хочу!» — прошептала Лена. В глазах заблестели слезы. Олег отпустил ее руку и поморщился, словно жена была больна чем-то заразным. «Ну и не смотри!» — отрезал он. «Но выбрать место тебе все равно нужно, пока не поздно, и завещание составить!» Лена зажмурилась, пытаясь остановить головокружение. «Но почему я должна выбирать, милый?» «Чтобы ты осознала, что тебя ждет, и не затягивала совещанием, а то все надеешься на чудо, а их, знаешь ли, не бывает!» С иронией сказал Олег и повел ее вглубь кладбища, по узкой извилистой дорожке, окаймленной рядами могил. Прохладный ветер пробирал до костей. Лена озиралась по сторонам, наблюдая за бесконечными рядами надгробий, увенчанных скульптурами ангелов и крестов. Все это вызывало в ней смертельную тоску, лишь усиливающую болезненные ощущения одиночества. «Вот, смотри, место какое хорошее! С видом на лес! Солнышко по утрам тебе будет светить!» Бросил Олег, останавливаясь перед пустым участком, огороженным оградкой. «Солнышко?» — удивилась Лена его цинизму. «Хотя, и правда, чуть-то я. Солнце ведь тебе уже не нужно будет!» С холодным безразличием ответил Олег. Лена вдруг представила себя лежащей в могиле, покрытой холодной землей, и еще больше испугалась. В этот момент ее захлестнул панический страх перед смертью. Перед тем, что ждет ее по ту сторону жизни. «Я не хочу уходить!» — прошептала она. «Ну, это естественно. Но все мы когда-нибудь уйдем. И ты тоже. Похоже, что уже скоро. Так что, если хочешь сделать что-то хорошее, не забудь указать это в завещании!» — ответил Олег с нескрываемым раздражением. «Почему ты так говоришь? Может, я поправлюсь?» — в глазах Лены еще мелькала надежда. «А, как же, выздоровеешь! Ты хоть себя-то не смеши, медицина в твоем случае абсолютно бессильна!» После слов мужа она поникла. Чувствовала, что села ее на исходе и знала, что Олег говорит правду. Но Лена не хотела уходить. Ей очень хотелось жить, видеть солнце и чувствовать биение своего сердца. А муж словно не понимал этого. И еще. Он торопился уехать. Уехать как можно скорее из этого скорбного места. Тем более, что его задумка удалась на славу. После поездки на кладбище жена станет намного сговорчивее и быстро подпишет нужные бумаги. Олег сел в машину и завел двигатель. Лена покорно сидела сзади, боясь сказать лишнего слова. В последнее время муж стал очень холоден по отношению к ней. И вел себя так, словно она неразумный ребенок. Мало того, Олег отстранил ее от бизнеса. А теперь еще и без конца отвердит о нотариусе. Как будто Лена сама этого не понимает. Других родственников, кроме Олега, у нее ведь все равно нет. Так о чем тогда вести разговор? Но супруг будто этого не понимает. И ежедневно давит на больную мозоль. Настаивая на скором составлении завещания. В этот момент к их автомобилю подошла пожилая женщина, лет восьмидесяти, в стареньком, изрядно поношенном плаще. «Извините, не подбросьте меня до остановки, ноги уже совсем не ходят», — сказала незнакомка, пристально глядя на Лену. «Конечно, садитесь», — ответив за двоих, сразу оживилась Лена. Олег до боли сжал пальцами руль. «Ну вот, еще и старуху эту теперь вези». Тем временем пожилая женщина с большим трудом забралась в машину. Причем произошло это не без помощи Лены. От прикосновения ее рук незнакомка вздрогнула и как-то странно посмотрела на водителя. «Благодарю, милая. Вижу, у тебя еще не все потеряно», — прошептала бабуля, удобнее усаживаясь на сиденье. Лена удивленно вскинула бровь, не поняв смысл реплики. Олег бросил гневный взгляд на Лену, но промолчал. На некоторое время в салоне повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь шумом двигателя. Тем временем пассажирка немного освоилась и тихонько сказала, обращаясь к Елене. «А я ведь вижу твою судьбу. Ты идешь по неверному пути. Не делай того, что задумала. Это принесет тебе только несчастье». «Видите, что я задумала? О чем вы?» — взволнованно переспросила Лена. «Вижу темные тучи над тобой. Не позволяем сгущаться над твоей жизнью. Будь осторожна». Несколько иносказательно шептала бабуля. «Но у меня нет ни с кем ссоры. Почему вы так говорите? Не унималась Лена». «Это не ссора, деточка. Это нечто более серьезное. Не делай того, что угрожает твоему счастью». С опаской, посмотрев на водителя, ответила бабуля. «А что мне тогда делать?» — осторожно спросила Лена. «Будь сильный и помни о моих словах». Услышав обрывок разговора, Олег презрительно фыркнул. «И что за полоумная бабка? Да у нее явно не все дома!» — подумал он. И ухмыльнулся. А вот Лене было не до смеха. Она чувствовала себя растерянной и опустошенной. Ей казалось, что эта добрая бабушка видит все ее тайны и умеет читать мысли. «Мы уже почти приехали. А вам где выходить?» — немного смущенно спросила она. «Да где высажу, там и конечное. Мы вообще-то не такси!» — злобно ревкнул Олег. «Зачем ты так?» — с укором заметила Лена. «Как это так? Мне что, эту старуху теперь по всей области катать?» — огрызнулся Олег. Незнакомка поморщилась, и на ее лбу залегла густая сеть морщин. «Вы бы поуважительнее относились к пожилым людям, молодой человек. Возраст штука переменчивая, знаете ли. Пролетит, и не заметишь». Лицо Олега побагровило от гнева. «Это ты у меня сейчас пролетишь. Вернее, вылетишь из машины, как пробка. Ишь, нашла себе бесплатный транспорт. У меня тут что, такси, автобус? Здесь льгот нет, и пенсионное удостоверение тебе не поможет». Пожилая женщина усмехнулась, а потом опустила руку в карман плаща. Через секунду извлекла оттуда какой-то странный предмет и протянула его Лене. «Вот, милая, возьми. Это оберег. От злых людей и всяких напастей. Храни его всегда при себе, и будет тебе счастье. А мне действительно уже пора». Лена с осторожностью взяла крохотную вещицу и спрятала в карман. «Спасибо. А как вас зовут? И откуда вы все это знаете?» «Да, зовут меня просто Тамара Васильевна. Я вообще-то гадалка, а большего тебе знать и не нужно. Да, и помни о моих словах», – в полголоса ответила пожилая женщина. «Да шарлатанка она. Я таких сразу насквозь вижу. Гадалка, что бы я. Позолоти ручку, барин, а я всю правду расскажу». Издевательски передразнил Олег и специально остановил машину у самой большой лужи. Тамара Васильевна покачала головой и, прошептав что-то себе под нос, с трудом покинула салон внедорожника. Лена ахнула, но было уже поздно. Бабуля стояла по щиколотку в дождевой воде. «Олег, ну зачем ты так сделал? Неужели нельзя было остановиться в сухом месте?» – воскликнула Лена. Супруг ухмыльнулся, после чего сделал самое что ни на есть невинное лицо. «Прости, Лен, не заметил». Она посмотрела вслед сгорбленной фигурки Тамары Васильевны и испытала приступ необъяснимой тоски. Несчастная бабушка шлепала ногами, обутыми в старенькие туфельки по лужам, пытаясь как можно скорее добраться до спасительного тротуара. Лене вдруг стало так жаль несчастную бабушку, что она собиралась открыть дверь и выйти за ней вслед. Вот только Олег вовремя заблокировал автомобиль и не дал ей этого сделать. Откровенно говоря, Лена не понимала, что значит предупреждение пожилой гадалки, отчего ей стало как-то неспокойно на душе. «Ну, чё задумалась? Да забудь ты эту старую лгуни. Едем к нотариусу или как?» – раздраженно спросил Олег. «Да, едем. Но, мне кажется, нужно еще раз обдумать все перед подписанием документов. – ответила Лена. – Обдумать? Зачем? Мы уже и так все обсудили. – Нет, не все. Я ведь отдаю еще отчет своим действиям и не завишу от тебя, а поэтому имею право на свое мнение и хочу сделать так, как я считаю нужным», – возразила Лена, вспомнив слова гадалки. Олег удивленно вскинул бровь и с недоумением посмотрел на супругу. «О, что-то новенькое. Знаешь, я не хочу с тобой спорить, но все же повторю еще раз. Мы давно все обсудили, а значит, именно сейчас едем к нотариусу составлять завещание. На кону стоит наш бизнес, понимаешь? Мне что, после твоего ухода побираться на улице прикажешь?» От звука голоса мужа Лена вздропнула и с грустью посмотрела в окно. Пейзаж за окном совсем не радовал. Мелкий моросящий дождь навевал тоску, отчего настроение было на нуле. Олег же, напротив, ощущал сильнейший душевный подъем, предчувствуя, что сегодня исполнится его давняя мечта. Наконец-то Лена составит завещание в его пользу. Дождь, начавшийся еще утром, к этому времени перешел в мерзкую морось, которая превратила город в размытую, безликую картину. Серый асфальт, блестящий от влаги, тянулся бесконечной лентой, невольно притягивающий взгляд. Внезапно автомобиль дернулся и замер посреди дороги, как вкопанный. От неожиданности Лена вздропнула и испугана вжалась спиной в сиденье. «Ой, что это?» Олег недовольно помущился. «Ясное дело, что поломка, что бы я!» «Давно говорил, нужно новую машину покупать, а ты все деньги на свое лечение спускаешь. Толку-то ноль, теперь вот, на кладбище место присматриваешь». Лена обидчиво закусила губу. Спорить с мужем ей не хотелось, особенно когда он пребывал в таком взвинченном состоянии. Олег, ругаясь сквозь зубы, снова попытался завести машину. Внедорожник, обычно послушный и верный, сегодня заортачился, словно отказываясь подчиняться своему хозяину. «Опять этот стартер!» – пробурчал Олег, в отчаянии ударив кулаком по рулю. Лена промолчала, поймав себя на мысли о том, что поломка, скорее всего, не случайна. «Не переживай, сейчас все мигом починим», – сказал Олег, бросив на супругу быстрый беспокойный взгляд. Но в словах мужа не было уверенности. «Может, вызовем эвакуатор?» – шепотом предложила Лена. Но Олег, словно не услышав ее слов, продолжал ковыряться в панели приборов. Затем резко выпрямился и повернулся к ней. «Ерунда, сейчас поедем. Машина – зверь, водитель – ас, как говорится. Довезет, куда денется!» «Нет, Олег, я устала. Вызови меня такси, пожалуйста, я домой», – возразила Лена. «Да не говори ты глупостей. Сейчас все будет тип-топ. Не могу же я бросить машину посреди дороги», – воскликнул он. Лена покачала головой, а потом с отчетливой ясностью поняла – поломка машины не случайна. А еще в ее кармане лежал оберег, который, судя по всему, уже стал действовать. Естественно, говорить об этом Олегу она не стала. К чему лишний раз обострять ситуацию? Тем более, муж все равно в это не верит. Олег пытался завести машину еще несколько минут, после чего признал, что потерпел полное фиаско. «Ладно, ты права. Давай я сейчас вызову тебе такси, а сам дождусь эвакуатора. Все-таки, как ни крути, к нотариусу мы сегодня точно не попадаем». Лена облегченно выдохнула. «Ну, наконец-то, эта неприятная поездка закончится. А самое главное было в том, что благодаря сломавшемуся автомобилю она не попадет теперь к нотариусу и не будет составлять завещание. Скорее всего, именно об этом ее предупреждала Тамара Васильевна. Сидя в уютном салоне такси, Лена невольно погрузилась в тревожные воспоминания, произошедшие три года назад. А именно, случай, благодаря которому она познакомилась с Олегом. При одной мысли об этом, Лена улыбнулась и смахнула на бежавшую слезу. Все началось с того, что, возвращаясь домой из офиса, она увидела в витрине ювелирного магазина красивую золотую брошку, украшенную драгоценными камнями. Брошь невольно напомнила Лене то время, когда она сама мечтала о роскошной жизни, а все, что у нее тогда было – желание и неуемная энергия. Но насладиться сполна прекрасным зрелищем Лена так и не смогла. Ведь в тот же миг из магазина выбежал молодой человек. За ним гнались два охранника с дубинками наперевес. Парень попытался рвануть в парк, но споткнулся, упал и бросил что-то в кусты. В свою очередь, охранники тут же его скрутили. Лена замешкалась, не сразу поняла, что произошло. Она медленно подошла к этой троице, так как ее коробило грубые отношения с молодым человеком. «Что случилось?» «Да вот, ловкач, схватил брошь с витрины и попытался сбежать», – грубо ответил один из секьюрити, не отводя взгляда от парня. «Ах, тогда понятно», – протянула Лена, с жалостью посмотрев на парня. Он лежал на земле, прижатый дюжими охранниками. В глазах незнакомца застыло отчаяние. А ведь, по мнению Лены, он совсем не походил на вора. «Пожалуйста, отпустите его. Давайте зайдем в магазин, и я оплачу эту покупку», – предложила молодая бизнес-леди. «А вот это не ваше дело. Мы вызываем полицию», – ревкнул один из охранников. «Нет, пожалуйста, не надо. Я оплачу все ваши издержки», – взмолилась Лена. Охранники переглянулись. По правде говоря, вызывать полицию лишний раз им не хотелось. Равно как и возиться с дачи показаниям, составлением протоколов. «Ладно, тогда платите штраф, включая стоимость украденной брошки. Хотя нет, брошь в кустах лежит, и ее мы заберем. Так уж и быть. Но штраф придется оплатить». Лена кивнула, и, рассчитавшись с охранниками, подошла к испуганному молодому человеку. «Эх, повезло тебе, браток, что такая эффектная девушка взяла тебя под свою опеку», – с завистью заметил один из секьюрити. Незадачливый воришка стоял и обливался потом от страха. «Ты как, в порядке?» – спросил Лена, когда охранники ушли. Мужчина сразу помрачнел. «Плохо мне, голова крошится. Давай я тебя подвезу домой, только такси вызову. Кстати, я Лена», – предложила она. «А я Олег», – робко ответил мужчина. «Очень приятно. Ну что, поехали?» – с улыбкой предложила Лена и набрала номер такси. В машине Олег сидел молча и с безучастным видом смотрел в окно. «А что тебя толкнуло на это?» «Ну, я имею в виду то, что случилось», – начала Лена. «Я не знаю. Наверное, просто не мог мне взять ее. Она ведь такая красивая», – пожал плечами Олег. «Но ведь это незаконно. А если бы тебя отправили в полицию?» Громче, чем следовало, – спросила Лена. Отчего таксист поморщился и с укором в глазах покачал головой. «Да знаю, что незаконно. Но не мог не взять ее. У меня болезнь», – чуть слышно сказал Олег. «Болезнь?» – переспросила Лена. «Да, клептомания. Понимаешь, иногда я просто не могу контролировать свои внутренние позывы. С грустью признался он. Лена была в шоке. «И как ты с этим живешь?» «С трудом. Будто на пороховой бочке сижу. Постоянно боюсь, что меня поймают». «А кто еще знает о твоей болезни?» – осторожно спросила Лена. «Да почти никто». «Я очень стыжусь этого», – признался Олег и посмотрел в пол. «Тебе не стоит стыдиться своего недуга. Это ведь не твоя вина. Ты не вор, а просто болен. А больных нужно лечить и никак не сажать в тюрьму», – возразила Лена. «Ты думаешь, меня можно вылечить?» – с надеждой спросил собеседник. А таксист недоверчиво фыркнул. «Конечно. Даже не сомневаюсь в этом. Хочешь, я тебе помогу?» – уверенно ответила она. «А как? Будешь бить по рукам? Говорить, что так делать нельзя?» – удивился Олег. «Ну, зачем так категорично? Найду тебе хорошего специалиста?» – улыбнулась Лена. Олег смущенно кашлянул, не зная, что сказать. Лена помедлила немного, а потом записала его номер телефона. Вскоре таксист остановился у дома Олега. «До свидания, Лена. Спасибо тебе за все», – сказал он и вышел из машины. «Пока. Береги себя и больше не попадайся. Я тебе позвоню на днях», – бросила вдогонку Лена. На поиски нужного специалиста у молодой бизнес-леди ушла неделя. Случай Олега был очень сложным, поскольку его мать никогда не обращалась к врачам и не пыталась помочь сыну. А вот у Лены имелся свой взгляд на эту ситуацию. Обсудив детали с доктором, она тут же позвонила своему новому знакомому. «Олег, привет! Я нашла специалиста. У него солидная практика, и он вполне успешно занимается лечением криптомании». «Правда?» «Спасибо тебе огромное!» «Ты не представляешь, как я тебе благодарен!» – радостно воскликнул парень. «Да не за что. Как тебе вообще дела?» – с улыбкой спросила Лена. «Да не очень. Мать узнала об этом случае. А еще она против лечения». В раз погрустнел Олег. «И что она сказала?» – спросила Лена, чувствуя, как сжимается сердце. «Она?» «Да она в гневе. Сказала, что я позорю ее. Говорит, что все это лечение – пустая трата времени». «Ой, ну не переживай. Это просто эмоции, как у любой матери. Поверь, она волнуется за тебя», – возразила Лена. Олег вымученно улыбнулся и пообещал пойти к специалисту, несмотря ни на что. Впоследствии предположения девушки подтвердились. Лечение у психолога дало свой результат. Олег действительно смог победить свою тягу к кражам и перестал ежедневно рисковать своей свободой. Возможно, не появись тогда в его жизни она, Олег, обязательно закончил бы свои дни в тюрьме. А так, Лена помогла ему в самый сложный момент его жизни. Да вот только Татьяна Игоревна не взлюбила девушку с первого взгляда. Возможно, ей не понравилась самоуверенность будущей невестки, которая привыкла полагаться на себя и никогда не ждала помощи от окружающих. И вот именно эта независимость раздражала Татьяну Игоревну, которая за пятьдесят с небольшим лет своей жизни не добилась практически ничего. Работая парикмахером в салоне красоты, она с завистью смотрела на богатых клиентов, которых в силу своей профессии вынуждена была обслуживать. При этом не проходила и дня, чтобы Татьяна Игоревна не представляла себя на их месте. Правда, сама она для этого практически не делала ничего. Когда сын познакомил ее с Леной, она сразу решила, что невестка добилась всего только благодаря своим родителям. Да уж, легко быть богатенькой, когда тебе оставили хорошее наследство, процедила сквозь зубы свекровь. Да вот только Татьяна Игоревна даже не догадывалась, насколько она заблуждается. Ведь всего, чего у нее было, Лена добилась сама. Своего папу она не помнила, а мама ушла из жизни за два года до того, как Лена добилась успеха. В понимании Татьяны Игоревны, будущая невестка была эдакой конфеткой, которую непременно должен был съесть удачливый жених. Именно она сразу указала Олегу на то обстоятельство, что у Лены нет других родственников, кроме возможного супруга или на худой конец жениха. «Ты, Олежка, знаешь что? Времени не теряй. Начинай хмурять эту простушку. Иначе, если не ты, то это сделает кто-нибудь другой, а потом локти кусать будешь. Бизнес у Ленки, как я, посмотрю, налаженный. А там, знаешь, как бывает, глядишь, еще и место ее займешь», сказала как-то Татьяна Игоревна. Олег вначале не отнесся к словам матери серьезно. Несмотря на то, что за его плечами был экономический вуз, он по-прежнему нигде не работал и не знал, как применить свои знания на практике. В большинстве своем причиной неудачи Олега была его непоследовательность и безответственность. К примеру, он мог запросто проспать до обеда и прийти в офис в разгар рабочего дня. Естественно, никто из работодателей терпеть его не хотел и указывал на дверь уже через пару-тройку дней после знакомства. Мать относилась к этому с пониманием, никогда не осуждала его. В мечтах она видела сына видным бизнесменом, который заполучил свои капиталы путем выгодного брака. «А что в этом плохого? Почему женщинам можно выходить замуж за богачей, а мужчинам нельзя выбирать себе в жены состоятельных девиц?» говорила Татьяна Игоревна в задушевных разговорах с сыном. Возможно бы, если бы не влияние матери, Олег бы вырос вполне нормальным. А так, он с детства привык к тому, что с ним носились как с писаной торбой и прощали все проступки. К сожалению, Лена не смогла вовремя раскусить своего мужа. Слишком поздно поняла, что связала жизнь не с тем человеком. И выяснилось это только после того, как стал известен диагноз Лены. Поначалу врачи прятали глаза, а на ее робкие вопросы давали какие-то невнятные ответы. Но потом, когда стало ясно, что заболевание намного серьезнее, чем предполагалось, доктора напрямую сказали, что жизнь ее висит на волоске. Узнав об этом, Татьяна Игоревна готова была хлопать в ладоши. Ведь это был ее шанс. Тот самый, о котором она мечтала на протяжении долгих лет своей жизни. Послушай, сынок, я тебе так скажу, повторять не стану. Сейчас наступила такая пора, когда ты должен проявить всю свою изобретательность и умение притворяться. Нужно, чтобы ты уговорил Лену составить завещание в свою пользу. Ты же видишь, ей осталось жить совсем недолго. А после ее смерти ты станешь единственным владельцем своей империи. С многозначительным видом начала Татьяна Игоревна. Олег сомнением посмотрел на мать. Да ну, неудобно как-то. А вдруг она вылечится и что тогда? Мне кажется, нужно подождать еще немного, чтобы уж наверняка... Татьяна Игоревна усмехнулась. Нет, сынок, нужно делать все сейчас, пока она находится в памяти. А то знаешь, как может случиться? Найдется какой-нибудь дальний родственник и оспорит завещание. А еще, скажет, что на момент составления твоя жена находилась в неадекватном состоянии. В глазах Олега мелькнуло понимание. Он всегда прислушался к своей матери, которая делала все, чтобы у Олежки все было, а ему самому за это ничего не было. Вспоминая об этом сейчас в салоне такси, Лена не могла стешить слез. А ведь это она подарила своей свекрови салон красоты, в котором та стала хозяйкой. Вот так просто пришла и предложила владелице сумму, от которой она не смогла отказаться. Лена сделала это специально, в аккурат к юбилею свекрови, преподнеся ей подарок на блюдечке с голубой каемочкой. Две золотистых буквы 55 украшали вывеску салона красоты, в который Татьяна Игоревна вошла уже хозяйкой. Вот тогда-то хитрая женщина и смекнула, что такие же ощущения должен обязательно пережить ее сын, который в случае гибели своей супруги станет наследником большого бизнеса. О том, что Лена может выжить или лечение даст какой-то результат, Татьяна Игоревна даже не думала. Ведь она, в тайне от всех, уже долгое время искала подходы к лечащим врачам Лены, чтобы обговорить с ними один очень деликатный вопрос. Естественно, ни о каком преступлении речь не велась, суть заключалась совсем в другом. Расчет Татьяны Игоревны был прост, как и все, собственно, гениальное. Подкупив врача, она хотела, чтобы ведущий специалист внушил пациентке мысль, что жить ей осталось недолго. И делалось это неспроста, а для того, чтобы Лена упала духом и всерьез задумалась о составлении завещаний. Именно по этой причине Олег демонстративно привез жену на кладбище, чтобы она выбрала себе местечко. Конечно же, своего эффекта супруг добился. Лена действительно упала духом и не могла думать ни о чем другом, кроме того, что жить ей осталось всего чуть-чуть. На самом деле, ситуация была не настолько тупиковой, как на этом настаивал подкупленный врач. К сожалению, о заговоре за своей спиной Лена не знала. И верила Анатолию Геннадьевичу, врачу, как самой себе. Всему виной были долги доктора, который, пристрастившись к азартным играм, умудрился проиграть кругленькую сумму. Узнав об этом, Татьяна Игоревна поняла, что это ее шанс. Придя в кабинет врача, она демонстративно закрыла дверь на замок изнутри и перешла к главному. Вороватоизираясь, она протянула Анатолию Геннадьевичу тугую, перетянутую резинкой пачку, которая смогла не только покрыть его долги, но и дала возможность поиграть еще несколько раз. Возможно, не соверши, Татьяна Игоревна, этот демонстративный жест, Анатолий Геннадьевич и смог бы устоять. Но, увидев перед собой целую кучу денег, он тут же подумал, что сегодняшним вечером обязательно сыграет партейку другую. Ну, я думаю, мы поняли друг друга, с улыбкой спросила посетительница. Врач покраснел до корней волос, после чего согласно кивнул, давая понять, что разговор окончен. С того самого дня к диагнозу Лены добавилось еще несколько неприятных заметок, говорящих о том, что пациентке осталось жить недолго. Естественно, все это сильно действовало на психику и мешало ей сконцентрироваться на работе. Итогом этому стали проблемы в бизнесе, которые тут же вызвался решить муж. Предложение Олега стало для Лены настоящим спасением. Наконец-то она смогла заняться своим здоровьем, даже догадываясь о том, что на самом деле будет происходить в стенах ее офиса. Ведь все в поволе случая в кресло руководителя компании, Олег понял, встать из него он уже не сможет, а потому должен закрепиться здесь навсегда. Таким образом, Лена, сама того не желая, заочно подписала себе приговор. Понимая, что Анатолий Геннадьевич не согласится пойти на откровенный криминал, Олег украткой подменил лекарство Лены на обычные витамины, чтобы лечение не давало желанного результата. По сути, схема была безотказна. Лене при отсутствии должного лечения с каждым днем будет становиться все хуже и хуже, а подкупленный врач сможет сохранить свою репутацию и чистые руки. Если бы Лена только могла знать, какую змею она пригрела у себя на груди. Наверное, будь у нее такая возможность, она бы сейчас отмотала время назад. Не стала бы вступаться за того молодого человека, который пострадал по вине непреодолимой тяги к воровству. Не зря же в народе говорят, что Горбатого только могилы исправят. И этот пример как нельзя лучше подходил Олегу, который теперь вместо воровства в магазинах обирал свою ни в чем не повинную супругу. Пользуясь безнаказанностью и полнейшей свободой, Олег завел себе целый штат любовниц, качуя от одной к другой сутками напролет. Лена же вынуждена была слушать сказки о том, что проблемы в бизнесе одолевают, а конкуренты с каждым днем становятся все смелее. К сожалению, помочь ей было некому. Она словно попала в бассейн с пираниями, где на ее стороне не оказалось ни одного союзника. Возможно, будь у нее родственники, ну хотя бы дальние, Лена смогла бы поправить свое пошатнувшееся положение. Но, так как все по вине Олега и его матери катилась пропасть, она сделать уже ничего не могла. Из состояния грустных размышлений ее вывел голос таксиста. Ну вот мы и приехали. Вам помочь выйти? А то вы какая-то бледная, того и гляди, в обморок упадете. Лена вымученно улыбнулась, а потом покачала головой. Да нет, не надо. Правда, я сама все нормально. Сказав это, она шаткой походкой вышла из автомобиля и уже через секунду испытала сильнейшее головокружение. Возможно, не окажись рядом расторопного водителя, она бы так и упала плашмя на асфальт прямиком перед своим домом. То, что происходило дальше, Лена уже не помнила. Подхватив ее на руки, таксист подошел к двери и настойчиво нажал пару раз на кнопку звонка. Поскольку Татьяна Игоревна жила вместе с молодыми, она и открыла дверь. Увидев бесчувственное тело невестки на руках у незнакомца, она брезгливо поморщилась и отошла в сторону. Ну вот, начинается. Что там с ней? Напилась что ли? Такого еще с Ленкой не бывало, чтобы на людях в обморок грохнуться. Таксист с удивлением посмотрел на свекровь. Вы меня простите, конечно, но мне кажется, вам нужно как можно быстрее вызвать скорую. Женщине плохо, и она явно не пила. Татьяна Игоревна с возмущением посмотрела на водителя. Слышь, дружок, а ты бы ехал отсюда? Я со своей невесткой сама как-нибудь разберусь. Третий месяц болеет, и ко всем ее причудам я уже давно привыкла. Специально привлекает к себе внимание, чтобы жалели ее и на ручках носили. Так что ты давай, езжай, привез и ладно. В общем, я тебя больше не задерживаю. По какой-то необъяснимой причине уходить таксисту не хотелось. Тем более он видел, что Лена нуждается в помощи. А учитывая реакцию свекрови, можно было не сомневаться в том, что никакой поддержки несчастная женщина сегодня не получит. Водитель подумал немного, а потом сказал, знаете, я все-таки тогда сейчас сам вызову скорую. Брови Татьяны Игоревны медленно поползли вверх. Да что это ты себя позволяешь, щенок? Я вот сейчас позвоню твоему начальству и такого расскажу, что ты вовек меня не забудешь. Вот скажи, нужны тебе сейчас проблемы? Правильно, не нужны. Поэтому иди-ка отсюда пока ничего не случилось, а со своей невесткой я сказала сама разберусь, а то ишь, какой-то добрый самаритянин выискался. По глазам таксиста было видно, угрозы свекрови на него не подействовали. Достав из кармана смартфон, он тут же набрал номер и в присутствии Татьяны Игоревны живо описал диспетчеру суть случившегося. Хорошо, вызов принят, ожидайте, раздался в трубке уверенный голос. Понимая, что отделаться от назойливого таксиста ей не удастся, Татьяна Игоревна принялась искать номера телефонов тех, кто смог бы на него повлиять. Да вот только в спешке, сделать она этого так и не успела. Вскоре в дверь постучали. На пороге появился фельдшер скорой вместе со своим помощником. Увидев бесчувственное тело молодой женщины, он сразу взялся за дело. Проверил пульс, измерил давление, а потом бегло опросил Татьяну Игоревну, которая хоть и не хотела говорить правды, а все-таки сказала, испугавшись уголовной ответственности. Одно дело, обманывать ничего не подозревающую невестку, а другое врать сотрудникам скорой помощи, которые запросто могут обратиться в органы охраны правопорядка, а тогда ее вместе с сыном ждет очень неприятная экзекуция в виде допроса в участке. Все это время таксист стоял в сторонке и не знал, что делать дальше. Его звали Константин, и он работал в службе такси около полугода. По большому счету, работа ему нравилась, и в первую очередь тем, что он мог сутки напролет находиться за рулем своей любимой машины. В такси Костя устроился на следующих условиях. Он будет ездить только на своем автомобиле, а взамен будет брать любые заказы, которые дает диспетчер. По большому счету, такая практика была широко распространена в частных транспортных компаниях, и Косте ничто не мешало заниматься любимым делом. Осмотрев Лену, фельдшер поднял глаза на Татьяну Игоревну. Так, я вынужден ее госпитализировать. Оставьте, пожалуй, свой номер телефона или другие какие-то контактные данные. И еще, соберите что-нибудь из личных вещей на первое время. От удивления Татьяна Игоревна замерла на месте. Как это вы ее госпитализируете? Но ведь Лена лечится в частной клинике и за ней должен наблюдать ее лечащий врач никак не вы. Фельдшер поморщился и посмотрел на Татьяну Игоревну таким взглядом, каким пожилой преподаватель смотрит на ученика-двоишника, провалившего годовую контрольную. Послушайте, мне все равно, у кого лечилась пациентка. Сейчас у нее критическое состояние, опасное для жизни, которое требует экстренной госпитализации. И я несу полную ответственность. Понятно? Поэтому не мешайте, а лучше помогите. По щекам Татьяны Игоревны пошли багровые пятна. Слушайте, я буду жаловаться вашему начальству, а еще напишу отказ от госпитализации. Фельдшер отрицательно покачал головой. Нет, отказ в таком случае написать нельзя. Такую ответственность я на себя не возьму. Если вам так хочется жаловаться, бог вам не могу. Даже контакты начальника станции скорой продиктую. Вот ему-то вы опишите все, что здесь произошло, а мы сейчас забираем пациентку в отделение. Понимая, что она не может справиться с ситуацией, Татьяна Игоревна принялась звонить сыну. Но тот как назло не поднимал трубку, ведь был занят своим внедорожником, стоявшим на ремонте в автосервисе. Вот так благодаря цепочке роковых событий, Лена оказалась наконец в медицинском учреждении, где к ее лечению подошли с полной ответственностью. А все потому, что теперь за нее взялся совсем другой врач, а не подкупленный предатель, жаждущий от Татьяны Игоревны денег на очередную карточную игру. Поступив в реанимацию, Лена сразу оказалась под неустанным контролем опытных врачей, которые не пускали к ней никого, даже ближайших родственников. О том, что случилось, Олег узнал только вечером, когда увидел заплаканное лицо матери. Вот только плакала Татьяна Игоревна вовсе не от переживаний за свою невестку, а потому, что боялась, что теперь обман вскроется, и они предстанут перед судом. Выслушав сбивчивый рассказ матери, Олег задумался. Конечно, он понимал всю опасность, которую таила в себе госпитализация, но с другой стороны, возможно, дело близилось к концу, и помочь Лене не смогут даже в реанимации. Плохо было то, что она так и не успела составить завещание, о котором он ей твердил добрых полдня. В этот момент сознание Олега пронзило мысль. господи, да это же старуха во всем виновата. Ну, та, которую я подвез. Зачем только посадил ее? Ведь как только она вышла, сразу начались проблемы. Сначала машина сломалась, теперь вон, Ленка в реанимацию загремела. Конечно, глупо было надеяться, что Олег когда-нибудь встретит эту бабку в городе. Скорее всего, в силу своего возраста она редко покидала пределы дома. И, скорее всего, коротала дни у телевизора с матком пряжи в руках. Да вот только Олег даже не подозревал, насколько он ошибается. Татьяна Васильевна Горская действительно была гадалкой в третьем поколении. Но, как бы странно это ни звучало, а около сорока лет своей жизни она отдала как раз-таки негоданию о работе на станции скорой помощи. Так уж вышло, что способность к предвидению появилась у Тамары только в зрелом возрасте, когда она уже вышла на пенсию. Вот тогда ты и поняла, Тамара Васильевна, что может приносить людям пользу, предупреждая их об опасности или давая ценные советы на будущее. Примечательным было еще и то, что за свои услуги она не брала ни копейки, хотя многие предлагали ей хорошие деньги за то, что она помогала им при ведении бизнеса либо предупреждала о провальных сделках. Но сама Тамара Васильевна была уверена, что если возьмет хоть копейку, ее дар больше не будет подарком свыше, а превратится в бездушный инструмент для зарабатывания. Естественно, такого она себе позволить не могла. А еще у Тамары Васильевны, не имевшей своих детей, на станции скорой помощи работал племянник Володя, который считался одним из лучших фельдшеров района. Частенько он заходил к любимой тете в гости, чтобы рассказать последние новости и справиться о ее здоровье. Так вышло и сегодня, когда после тяжелой смены Владимир вместе с пакетом продуктов и свертком лекарств зашел к ней. А вот и Вовочка пришел, а я тебя жду, все глаза проглядела. Выгляну в окошко, тебя нет, думала забыл, наверное, с улыбкой начала тетя. Володя улыбнулся. Да ну что вы, как можно, вы же мне вместо мамы были. День сегодня, правда, на работе тяжелым выдался, пациентку одну в реанимацию а перед этим скандал с ее свекровью вышел. Она, видите ли, наотрез отказалась от госпитализации, а еще орала, что жаловаться будет. Вот люди пошли, а? Тамара Васильевна покачала головой. Да уж бывает и такое, Володь, ты, главное, зла на нее не держи и делай просто свое дело. Вообще-то люди разные, бывает так, что ко всем не подстроишься. А то, что невестку не хотела отдавать, так может это от большой любви, от тревоги. Хотя, в жизни такое очень редко бывает. Чаще всего свекрови делают все, чтобы невестке жилось не сладко. А то, что свекруха от госпитализации отказалась, выглядит довольно странно. Владимир поморщился. Ну уж, действительно странновато. А недавно, говорят, муж ее приезжал, скандал устроил, мол, почему без его ведома жену в больницу забрали? Можно подумать, я должен был ждать, когда мне разрешение выпишут. Да и богач этот, вел себя так, будто все ему кругом должны. А как он выглядел? Ну, мужчина этот, у него автомобиль в случае мне черный, громадный такой. С интересом, спросила Тамара Васильевна, чувствуя, что уловила важную нить разговора. Володя с удивлением кивнул. Ну да, черный. И водитель невысокого росточка, животик глобусом, а взгляд такой, что смотреть не хочется. Тамара Васильевна побледнела. В этот момент пожилая гадалка каким-то шестым чувством осознала, что, скорее всего, речь ведется о той самой женщине, которой она сегодня утром предупреждала об опасности в районе городского кладбища. Тамара Васильевна приходила туда навестить мужа, которого схоронила десять лет назад. С тех пор она жила в полнейшем одиночестве. Конечно, если не брать в расчет кошку Мусю и хомячка Ваню, живущего в небольшой уютной клетке. На первых порах кошка постоянно хотела поймать лениво посапывающего хомяка, но тот лишь с горделивым видом перекатывался на другой бок и снова засыпал. Со временем Муська привыкла к присутствию Вани и считала его кем-то вроде своего друга, который большую часть времени спит, не обращая внимания на внешние раздражители. Выслушав рассказ племенника, Тамара Васильевна задумалась, а потом сказала, «Послушай, Володь, а ты бы организовал мне встречу с этой женщиной, но ты же можешь меня в реанимацию провести, я ведь бывший сотрудник, а если нужно, могу даже свои награды достать или удостоверение почетного донора?» Володя лишь отмахнулся, «Да ну будет вам, тетя Том, я вас просто так проведу, тем более вас многие наверняка помнят, да и не будут против того, чтобы вы проведали эту женщину. Говорят, что из близких у нее только муж и свекровь, но если это действительно так, то ничего хорошего ее не ждет». Тамара Васильевна согласно кивнула, понимая, что ей обязательно нужно увидеть Лену, которую она хоть и успела предупредить, о несчастье с ней все же приключилось. В это время Олег вместе с матерью на протяжении всего вечера думали о том, что им делать дальше. Сын в силу трусоватости своего характера предлагал переехать в другой город, затаиться на время. Мол, если Ленка умрет, то они узнают об этом из газеты или выпуска местных теленовостей, а если выживет, то она сама позвонит ему и расскажет, что к чему. Но Татьяну Игоревну такой вариант совсем не устраивал. Мысленно она уже просчитала всю ситуацию наперед, понимая, что вопрос с невесткой нужно решить в крайне короткие сроки. Для этого Татьяна Игоревна решила пойти другим путем, попросив сына раздобыть медицинский халат и шапочку. Мам, а это тебе зачем? Ты что, на работу что ли собралась? У тебя же салон красоты. Там за тебя все работают, поинтересовался Олег. А мать лишь загадочно ухмыльнулась и приложила указательный палец к губам. В то время, как они страстно желали уход в миро иной Лены, она находилась в коме. В том самом состоянии, когда дни пролетают как секунды, а недели едва ли равны одной минуте. Поздним вечером бывшему лечащему врачу Лены Анатолию Геннадьевичу позвонила ее свекровь. Послушай, Толя, ты же, наверное, слышал, что с нашей Леночкой случилось, да? Так вот, мне помощь твоя нужна. Завтра, сразу после обеда, ты меня к ней в палату пусти. Ну, проведи под видом медработника. Я загодя халатно надену тапочки, шапочку, все как положено. Понял? Врач вздрогнул. А вам это зачем? Это уж мое дело. А если откажешься, я тебе живо все долги твои припомню. И запись на диктофоне продемонстрирую, которую я сделала, чтобы обезопасить себя от всякого рода неожиданностей. Так что не советую тебе меня обманывать. И лучше проведи меня завтра к моей невестке в палату, а там уж я сама разберусь что да как. На одном дыхании выпалила Татьяна Игоревна. После ее слов Анатолию Геннадьевичу сделалось не по себе. Меньше всего он рассчитывал, что все закончится именно так, на такой мажорной ноте. Хорошо, завтра жду вас у входа в клинику. Коротко ответил врач и положил трубку. Естественно он понимал, против Лены замышляется что-то не очень хорошее, но сопротивляться этому не хотел, особенно учитывая наличие компромата в руках Татьяны Игоревны. Анатолий Геннадьевич уже давно понял, что оказался на крючке у свекрови, и теперь ему остается только плясать под ее дудку, чтобы не оказаться за забором, обнесенным колючей проволокой. Наступление утра Татьяна Игоревна ждала с большим нетерпением. В голове она уже продумала несколько вариантов событий. От банального отключения Лены от аппарата жизнеобеспечения до внутримышечной инъекции препарата, который приведет к остановке сердца. Естественно Татьяна Игоревна понимала на какой риск она идет, но игра стоила свеч. Понимала свекровь и то, что под давлением неопровержимых улик подкупленный ею врач выложит все на чистоту словно на исповеди. Ведь никому не хочется провести остаток дней за решеткой, хлебая тюремную баланду и с тоской глядя на тусклую лампочку в потолке. Расчет был прост. Проникнуть в палату Лены и совершить задуманное. Поначалу все шло без сучка и задоринки. Подкупленный Анатолий, как и обещал, встретил ее у входа в клинику. Взяв Татьяну Игоревну за руку, он повел ее в сторону реанимационного отделения. При этом он оценил креативность спутницы, которая уже успела переодеться в медицинскую форму и под видом медсестры собиралась проникнуть внутрь. С одной стороны, Анатолию Геннадьевичу это было даже на руку. Ведь в случае удачной акции его репутация и дальше сможет оставаться безупречно чистой. А об инциденте с Татьяной Игоревной можно будет забыть. Чем ближе подходила Татьяна к палате невестки, тем сильнее билось ее сердце. Ладони вспотели, живая спрятанный в рукаве шприц. Глаза ее горели лихорадочным блеском, когда она представляла, что уже через минуту избавится наконец от ненавистной невестки. Потянув на себя ручку двери, свекровь поймала себя на мысли о том, что храбрость и решительность порой помогают преодолеть любые трудности. Вот сейчас она зайдет в палату и сделает то, к чему готовилась весь прошедший вечер. Лена лежала без движения. Жизнь в ее щупреньком тельце поддерживалась лишь всевозможными медицинскими аппаратами с массой кнопок и датчиков. На губах свекрови заиграла улыбка. В глубине души было приятно наблюдать за тем, что невестка находится в таком беспомощном состоянии, фактически в ее власти. Решив для начала попробовать первый вариант из своего списка, Татьяна Игоревна попыталась отсоединить аппаратуру. Но как только она дотронулась до одной из трубочек, дверь в палату распахнулась и за ее спиной возникла пожилая женщина лет восьмидесяти, которая с гневным взглядом посмотрела в сторону нежданной гости. А ну руки прочь, что ты там делаешь? И не нужно прикидываться медсестрой, я все знаю, не зря сорок лет на станции скорой отработала, так что фокусы свои оставь для дилетантов, а ну отошла в сторону быстро, скомандовала пожилая гадалка. Понимая, что все кончено, Татьяна Игоревна вырынила из рук шприц. В этот момент за спиной Тамары Васильевны возникла рослая фигура ее племянника, который тут же подскочил к Лене и закрыл ее своим телом. Татьяна Игоревна прикрыла лицо руками и тихонько заплакала. Но вот слезы ее не оказали должного воздействия ни на Владимира, ни на Тамару Васильевну. Вскоре в палату вошел врач-реаниматолог, который после недолгой беседы с Володей без лишних вопросов вызвал полицию. В тот же день были задержаны Олег и подкупленный врач. Торопясь потопить друг друга и свалить вину на кого-то еще, они сразу принялись давать признательные показания. Но обмануть стражей закона оказалось не так-то просто. Ведь опытные сыщики сразу поняли, кто есть кто в этой преступной троице. Естественно, уйти от наказания не удалось никому. Проведя в камере следственного изолятора около месяца, Татьяна Васильевна попросилась на допрос, где принялась очернять своего сына, упрекая в том, что это он втянул ее в эту авантюру. Следователи уже предвидели подобный сход развития событий, а потому оказались готовы ко всякого рода сюрпризам. Самочувствие Лены заметно улучшилось. Отчасти это произошло благодаря тому, что она наконец получала нужную квалифицированную помощь от тех людей, что были заинтересованы в лечении пациентов, а не в том, чтобы вымогать деньги. Как выяснилось в ходе повторных анализов, у Лены наметилась стойка ремеси, что дало ей надежду на скорое исцеление. Сама бизнес-леди не понимала, как такое возможно. И лишь когда к ней в палату вошла Тамара Васильевна, все стало ясно без слов. Подаренный пожилой гадалкой амулет по-прежнему покоился в кармане ее плаща, принеся тем самым пользу своей владелице. После того, как Лена пришла в себя, Тамара Васильевна навещала ее практически каждый день. Правда, пешие прогулки она не совершала и приезжала на машине вместе со своим племянником. Проводя по несколько часов в палате, Тамара Васильевна рассказывала о своей жизни и о том, что болезней бояться не нужно. В любой ситуации стоит бороться до конца. Лена слушала и не верила ушам. Но неужели бывают такие совпадения? Ну разве бывает так, чтобы в один день она встретила сначала Тамару Васильевну, а потом ее племянника Володю? Конечно, на момент встречи с фельдшером скорой не отпечатался в ее памяти, а потому она могла лишь только фантазировать на эту тему. Но сам Володя на этом не настаивал и довольно живо пересказал то, что случилось во время его разговора со свекровью. Узнав о том, что муж хотел от нее избавиться, Лена в очередной раз удивилась превратностям судьбы и предостережению Тамары Васильевны, которая еще утром просила не спешить ее, не совершать опрометчивых действий. Лену выписали из больницы еще через три недели, проведенных в палате интенсивной терапии. Состояние молодой бизнес-леди было расценено врачами как стабильно хорошее и больше не вызывало никаких тревог. у дверей клиники ее встречали Тамара Васильевна и Володя, который для этого случая даже взял неочередной выходной. В руках молодого фельдшера был букет ослепительно белых роз, которые вызвали на губах Лены милую улыбку. «Вот это тебе, с выздоровлением, не болей больше, пожалуйста», смущенно пробормотал Владимир и опустил глаза. Как оказалось, за то время, что они общались, Лена прониклась дружескими чувствами к Володе и теперь хотела видеть его рядом с собой всегда, ровно как и Тамару Васильевну, которую иначе как мама Лена теперь не называла, считая своим ангелом-хранителем. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх, для меня это очень важно. Всего доброго!